физкульт привет друзья и ученики сегодня хочу в очередной раз затронуть тему после тренировочного питания после тренировочного коктейля нужно или нет почему несмотря на то что уже очень много я писал статьях и рассказывал своих видеороликах о том что после тренировочное питание крайне важно конечно многие сейчас утверждают что это не столь важно основываясь на том что организм действительно восстанавливает запасы энергетические после силовой тренировки еще очень продолжительное время где-то минимум 10 12 и выше часов иногда до 24 часов организм восстанавливает свои запасы и многие говорят что неважно какой будет прием пищи после тренировки сразу и будет ли он вообще куда важнее общее количество калорий которые вы потребляете и главное следить за бжу друзья все эти факты действительно имеют место быть но есть одно очень большое но почему после тренировочный коктейль крайне важен и необходим и крайне важно чтобы в этом коктейле присутствовали как медленные так и быстрые углеводы и конечно же белки тоже желательно быстрые и медленные для чего все это делать давайте разбираться потихонечку кто следит за моими статьями за моими видео роликами знает о том что очень важно обращать внимание на инсулиновые выбросы инсулин это самый мощный анаболический гормон в нашем организме умело манипулируя которым мы можем с вами наращивать сухую мышечную массу до можно наращивать мышцы при этом оставаясь сухим относительно конечно и естественно сейчас мы с вами говорим о людях тренирующихся без применения анаболических гормонов стероидных гормонов и когда я говорю про инсулин я не имею в виду что нужно его вкалывать извне мы с вами не больные люди но мы с вами знаем что тренировочкой и питанием мы можем с вами воздействовать на выбросы инсулина и мы с вами из последних исследований узнали что молочка тоже может и приводит к выбросу инсулина творог всеми нами любимый который многие продолжают есть вечером не стоит этого делать почему потому что он провоцирует выброс инсулина и инсулин выбрасывается не сразу а потом когда вы уже будете спать а высокий инсулин это низкий гормон роста а нет гормона роста нет роста мышц нету сжигания жира а все вы прекрасно знаете уже что мышцы как и сжигание жира под воздействием гормона роста происходит в основном во время ночного отдыха и если вы съели вообще что-либо на ночь прям перед сном то гормон роста не выбросится либо выброситься в очень маленьких количествах вот почему нельзя есть перед сном вообще ничего разве что можно попить воды и не стоит вечером есть молочку не стоит вечером есть углеводы все это я рассказывал своей статье гликемический и инсулиновый индекс также есть три видео ролика посвященные инсулину изучите их чтобы четко понимать когда нам необходим инсулиновый выброс и как раз таки мы плавно подходим к теме после тренировочного коктейля почему он необходим он необходим как раз таки для того чтобы после тренировки выброс инсулина был мощным и был сразу для чего это делать дело в том что правильно манипулируя инсулиновыми выбросами в течение дня мы с вами настраиваем наш организм на то чтобы инсулин направлял все питательные вещества именно в мышечные клетки а вы знаете что инсулин питает как мышечные клетки так и жировые и если не контролировать его то в основном конечно же он управляет все питательные вещества жировые клетки поэтому среди нас особенно в современном мире так много сейчас людей с избыточным весом и эта проблема на самом деле во всем мире выходит сейчас на первый план очень много людей очень много людей страдают от ожирения не только в посмотрите что происходит сейчас других странах российской федерации в украине в белоруссии по всему миру люди страдают от избыточного веса а нет ничего хуже для мужчины избыточный вес потому что сразу же низкий уровень тестостерона низкий уровень тестостерона из-за этого огромное количество проблем со здоровьем потому что тестостерон это мужской гормон это гормон который делает мужчину поэтому друзья после тренировочный коктейль очень важен мы тем самым запускаем процессы которые будут направлять все питательные вещества преимущественно в мышечные клетки а вы знаете что мышцы организм рассматривает как ненужный баланс поэтому в первую очередь когда глупые люди садятся на диеты начинают еще по своей необразованности и глупости делать классическое кардио повторюсь мы сейчас говорим о натуральных спортсменах не спортсменах вообще простых людях людях которые тренируются для здоровья для того чтобы хорошо выглядеть хорошо себя чувствовать не использующие никакие медицинские препараты уколы таблетки не важно классика в кардио настраивает организм на то чтобы он накапливал все питательные вещества в жировых клетках только интервальное кардио и если вы делаете неважно какое кардио а особенно классическое сразу после силовой тренировки вы тоже перенастраиваете организм на то чтобы он накапливал жировые накопления они направлял все питательные вещества к мышцам в мышечные клетки поэтому друзья я повторяю говорил говорю и буду говорить о необходимости после тренировочного приема пищи вы должны это делать если вы хотите набирать сухую мышечную массу и еще хочу сказать один факт о котором вы можете задуматься сами как говорит большинство что не важно к примеру в течение дня сколько раз вы кушаете что вы кушаете важно якобы общий колораж если бы это было так то тогда можно было бы питаться одними вкусностями просто следить за тем чтобы не перебирать с калориями попробуйте попробуйте проэкспериментируйте на себе ешьте торты ешьте все что вам нравится но следите за калориями что с вами будет еще один факт все выступающие спортсмены мы сейчас говорим о силовых видах спорта бодибилдинг фитнес неважно на массе питаются минимум 4 раза в сутки но что происходит с их суточным рационом питания когда они подходят к соревнованиям друзья вы знаете я живу в америке жил в россии у меня очень много друзей выступающих среди американцев среди россиян украинцев белорусов важно понимать что любой из профессиональных спортсменов который знает свой организм от и до начинает питаться чаще минимум шесть раз в сутки а многие до десяти и выше почему они это делают задумайтесь если не важно когда есть если важен только общий колораж если бы был важен только общий колораж что большинство из нас с вами были бы действительно в прекрасной форме а многие из вас знают что нас окружающие люди посмотрите таких большинство в школе среди ваших одноклассников на работе едят действительно не так много но при этом имеют довольно таки излишний вес что происходит с ними многие же вообще даже не обедают большинство людей кого я знал не завтракают и гордятся этим друзья запомните конкретный медицинский факт если вы с утра не хотите кушать это говорит только об одном не говорит о какой-то вашей исключительности это говорит об одном о том что ваш дневной рацион совершенно неправильный о том что наверняка вы едите вечером вы едите перед сном и вообще вы неправильно питаетесь неправильными продуктами задумайтесь все те кто смотрит сейчас это видео и слышит если вы с утра не хотите есть это проблема в вашем питании в первую очередь конечно же нужно рассматривать еще все ваши проблемы в отдыхе восстановлении достаточно ли вы спите как вы тренируетесь не перетренировываетесь ли потому что отсутствие аппетита с утра как ни странно говорит еще и о высокой степени перетренированности утомляемости организма но в первую очередь конечно же о питании о том что вы неправильно питаетесь друзья я не специально растягиваю так видео просто каждая тема тянет за собой еще другие вопросы и вы знаете что это все настолько глобально настолько емко объемно и сказать это в двух словах можно но не так доходчиво для многих будет и многие мне пишут ты снимаешь очень длинные ролики кто-то мне пишет ты снимаешь очень короткие ролики кто-то пишет скажи в двух словах кто-то говорит объясни более пространственно друзья я делаю как могу ваше право смотреть или не смотреть многие мне пишут что вот мне не понравился твой ролик отписываюсь от канала друзья отписывайтесь но не нужно засорять этим мусором в у меня на канале или где-то на сайте или мне писать в личку мне это совершенно не интересно ролики я делаю основываясь на своем опыте которому уже 25 лет и выше практическом теоретическом больше основываюсь конечно на практике потому что считаю что теория без практики мертва также как и религия когда учитель умирает вера перерастает в религию все это бесполезно думайте всегда своей головой очень важно также понимать как вы тренируетесь грамотно ли вы тренируетесь исходя из тех знаний которые я вам даю особенно о инсулиновом индексе становится понятен еще один важный момент почему лучше всего тренироваться неважно вообще каким видом спорта с 11 дня примерно до 14 но так тоже неправильно говорить правильнее говорить тренироваться лучше всего где-то после трех четырех часов как вы проснулись и это время длится еще где-то три часа почему так опять таки здесь переплетаются все наши с вами теории а все о чем мы говорим это касательно питания все равно больше теория на самом деле до сих пор мы с вами не знаем и ученые не знают как растут мышцы если гиперплазия и гипертрофия как это происходит что на самом деле происходит в мышечном волокне на самом деле ответьте кто знает чем отличается мышечное волокно от мышечной клетки вопрос на засыпку для большинства так вот друзья если вы потренировались в первой половине дня вы помните да что процессы накопления восстановления энергии организм имеет запасе еще определенное количество времени так вот когда вы потренировались рано выпили сразу после тренировочный коктейль тем самым выбросили в кровь инсулин который направляет питательные вещества на восстановление именно мышцы мышечные клетки и у вас еще потом есть как минимум три приема пищи в течение дня потом вы засыпаете естественно не поев перед сном и не поев молочки вечером и организм запускает при помощи гормона роста все процессы жиросжигания и мышечного восстановления и увеличения мышечной массы понимаете а многие вынуждены и у меня было такое тренироваться вечером так вот когда мы с вами тренируемся вечером максимум что мы можем это поесть один раз либо выпить сразу после тренировочный коктейль минут через сорок еще поесть и потом мы с вами засыпаем через какое-то время да у нас нету вот этих еще трех как минимум приемов пищи для того чтобы организм восстановился и все мы с вами знаем что если тренироваться вечером восстановление почему-то происходит хуже по крайней мере у меня так и у большинства моих учеников и тех кто пишет мне свои вопросы в комментариях друзья не забывайте что море информации для того чтобы составлять планы питания тренировок находятся у меня в статьях и видеороликах в открытом доступе здесь на канале видео а видео и статьи на моем сайте hmg.ru изучайте есть конкретные статьи по составлению правильного питания и не просто составление о том как грамотно и плавно перейти на правильное питание потому что если делать все быстро то это ни к чему хорошему не приведет есть статьи ступени которые рассказывают о том как грамотно начать тренироваться и делать это на протяжении двух лет после этого есть статья о том как грамотно составить себе тренировочный план но если у вас нет на это времени если у вас нет желания вы просто не хотите вникать во все это но это все повторюсь вам обходится бесплатно и кстати не не пишите мне оцените мою программу у меня сейчас действительно просто нет времени очень много учеников на которых необходимо уделять время которые мне платят за то чтобы я экономил их время я составляю им тренинг питание но есть еще у меня одна очень интересная фишка это моя закрытая группа тело мастерская где я на каждую новую неделю составляю вам и мальчикам и девочкам план тренинга основанный на периодизации по принципу различия мышечных волокон мы с вами тренируем силу массу выносливость мы с вами тренируем промежуточные мышечные волокна гликолитические и окислительные на каждый из этих вид тренинга есть как минимум пять различных степеней воздействия то есть пять различных методик пять различных программ все они плавно но самое главное грамотно чередуются от недели к неделе вступить в такую группу стоит всего 150 долларов это единовременный пожизненный взнос вы становитесь постоянным членом клуба где получаете вот все эти грамотные знания и уже больше не паритесь просто открываете контакт заходите в группу и получаете программу тренинга на всю неделю на весь месяц на целый год и так из года в год друзья нас там в группе уже почти 100 человек кстати не было еще ни одной негативной ни одного негативного комментария отклика кто бы остался недоволен группой да некоторые люди два или три человека сейчас не помню остались недовольны тем как я провожу персональный тренинг но друзья большинству нравится большинство выступает прекрасно себя чувствует и кстати это для меня самое главное мне не нужны ваши лайки мне не важно количество просмотров видео мне важно донести эту информацию до того человека кому она будет полезна кому она нужна надеюсь я не слишком много времени отнял у вас надеюсь вы поняли важность необходимость после тренировочного питания после тренировочного коктейля запомните для того чтобы инсулин который выбросится при правильном составлении ингредиентов этого коктейля направил все питательные вещества на развитие мышечной массы то есть мышечные клетки а не в жировые напоминаю инсулином мы с вами управляем регулируем то куда организм направляет питательные вещества друзья будьте здоровы следите за своим здоровьем через то что вы едите как вы восстанавливаетесь и только исходя уже из этих двух факторов составляйте свой план тренинга еще дориан ядс говорил что большинство совершает ошибки тренируясь мощно несмотря на то какие у них есть ресурсы для питания и для восстановления а достигает успеха тот кто поступает наоборот смотрит насколько может он грамотно питаться полноценно восстанавливаться и составляет уже режим тренинга для себя насколько интенсивным он может быть среди моих учеников много девчонок уже родивших или других людей у которых серьезные работы требующие очень много энергии как физической так и психической ментальной естественно люди устают естественно на таком режиме нету серьезного восстановления не хватает ночного сна про дневной я уже не говорю большинство питается кое-как и приходят ко мне с тем что нет вообще просто сил тренироваться друзья большой вам респект и памятник по жизни что вы вообще находите для себя силой какую-то мотивацию чтобы пойти тренироваться при таком режиме так вот режим должен быть очень лайтовый ни в коем случае не стоит насиловать свой организм тренируйтесь просто в удовольствие два максимум три раза в неделю и естественно настраивайте свою жизнь под себя помните что только от питания и восстановления вы можете строить свой тренировочный график носите с собой тренировочный коктейль лучше всего я советую купить для себя комплексный протеин это много компонентный протеин состоящий как минимум из двух медленных и из двух быстрых белков в нем нету углеводов а углеводы добавляйте в него в виде половина банана и четверть стакана овсяных хлопьев это самый лучший идеальный коктейль для того чтобы выбросился инсулин и направил все питательные вещества в мышечные клетки и для того чтобы после тренировочное питание которое будет уже потом еще надеюсь два три раза как минимум вы поедите направляла все эти питательные вещества именно на восстановление они в жировые запасы и помните что не стоит неправильно ориентироваться только на калорийность вашего рациона я знаю многих людей у кого калорийность очень высокая но при этом они сухие они умеют составлять под себя правильно план питания знают когда есть углеводы когда есть белки когда есть жиры как правильно их сочетать и я знаю и вы знаете очень много людей которые питаются даже меньше чем спортсмены меньше простого необходимого минимума но при этом набирают излишний вес почему так происходит я думаю вы уже все понимаете потому что организм когда ему чего-то не хватает он старается при любой возможности набирать про запас и как вы думаете про запас он набирает куда в мышечные клетки которые сами по себе требуют много питательных веществ или в жировые что для организма будет важнее сохранение накопленной мышечной массы не говорим уже даже про ее увеличение или подстраховать себя в виде неприкосновенного запаса отложенного в жировые депо под кожу друзья все очень просто увидимся в тренажерном зале пишите комментарии здесь под видео присылайте вопросы мне в контакт оставляйте отзывы на сайте обращаю ваше внимание не пишите пожалуйста мне вопросы на сайт в комментариях я там на вопросы не отвечаю никому там только место для отзывов все ваши вопросы здесь в контакте в одноклассниках также можно оставлять свои комментарии и вопросы мне в инстаграм печен джин ну что друзья и так получилось затянуто увидимся все в тренажерном зале берегите себя своих близких и свое здоровье как физическое так и ментальное всем пока ментальное всем пока